Он предполагал, что безобразий много, конечно, но не предполагал, что такой огромный пласт. И он еще до конца, мы его срез даже по этому пласту не сделали. Мы в ходе реализации программы национальных, вернее, национальных проектов уже сталкиваемся с тем, что у нас не хватает земли. В 2021 году, когда начал разбираться со строительством детских садов, мы в программу подали два детских садика. Соседние регионы, ну и другие там, по 10, 15, 20. Понятно, что это все зависит от самого региона, я имею в виду от численности, населения и все остальное. Но когда я задал вопрос, почему два, ответ был такой, а больше земельных участков нет. И мы потом добили все-таки, мы забрали ряд земельных участков, забрали у собственников. Речь идет об огромных для республики, масштабных, масштабных республике территориях. В некоторых районах у нас леса нет. Мы же понимаем, да, что есть федеральное законодательство, да, это лесной фонд России. Мы с вами понимаем, да, что эти земельные участки, которые прирезались, они шли не под социальное жилье, не под какие-то программы. Но я считаю, что вот это неправильно. Все можно, развивать надо территорию. Но территорию надо развивать так, да, чтобы было для людей. Иногда удивляюсь, да, как люди бесстрашно это делали. Но тем не менее, кто-то кому-то пообещал, кто-то кому-то выделил, да, кто-то что-то оформил и так далее. А границ населенного пункта таким образом, вот вне всякого закона, да, расширить никто не расширил. Естественно, напротив, мемориал Аколки. Каким-то образом, фундамент рожавучий какой-то, оформлен в собственность, как объект капитального строительства. К нему был прирезан участок земли, несоизмеримый. Потом этот участок был распоеван на маленькие участки и выставлен каждый участок на торги, на продажу. Помните, да, я на парадных совещаниях и на других совещаниях предупреждал, да, не балуйтесь главы района, не балуйтесь, ответите. Я удивляюсь, что люди не заботятся о том, не задумываются о том, что могут наступить последствия. Строить дачи в пойме реки нельзя. У нас есть дачи в пойме реки. Даже не в охранной зоне, я уже говорю не то, что в охранной зоне, а прямо к дамбе подходят. Эта проблема, она не только что там в пойме реки построили, это проблема еще, не дай бог, поводок. Да, это угроза жизни людей. Об этом тоже не задумываются те, кто это делает. Это на глазах властей проходит район. Они закрывают, проходило, они закрывают на это глаза. Значит, ответственность они должны понести. Рядом вот с мети, с башенным комплексом, нарезаны участки и передаются под застройку. В нарушении не только всех законов, да, потому что это все-таки памятник охраны культурного наследия, он имеет свою охранную зону. Все, что построено в охранных зонах, оно подлежит, оно незаконное строительство и подлежит сносу. Это не позиция снести все и сломать все, потому что в детственную вид мы не вернем. Или мы ее снесем, признаем незаконным строением и обезопасим людей, если что. Или ее снесет вода. Не допускать строительства в охранных зонах, в зонах возможного ЧАЭС и подтопления. Это указ президента. Мы работаем, чтобы, а, это приостановить и впоследствии не допускать. Привести все в соответствии с законом. Продолжение следует...